Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам немножко, буквально кратко о своем опыте использования новой головки, которую я купил специально для своих слайдеров, которые я использую при видеосъемке. Эта головка самая простая, самая дешевая, но из фирменных. То есть есть ноунеймы, которые стоят еще на пару долларов дешевле. И я подумал, зачем покупать ноунейм, потому что рисковать дорогой техникой не очень хочется, поэтому решил купить фирменные. Kingjoy это фирма, которая делает много различной техники для фотолюбителей, для видеолюбителей, в частности даже для профессионалов. И вот эта штуковина, она относится как бы к начальному уровню, к любительскому, но между тем она сделана очень качественно и ей я могу доверить свою технику. Если вкратце, то впечатления у меня крайне положительные. Я, честно говоря, сомневался в том, потянет ли такая маленькая штука, а размером она, посмотрите, с полпальца буквально, потянет ли такая штука, например, зеркалку. И вы знаете, она без проблем справляется с тем, чтобы держать на себе зеркалку. Нагружал я эту штуковину весом где-то в районе почти 5 килограмм, и она без проблем все это держала. Механизм не стремился вот так вот, знаете, бывает у дешевых, у них механизм от веса вот так вот начинает проскальзывать. То есть здесь я сильно не зажал, если сильно зажать, то все, этот механизм уже никуда не девается. Если чуть расслабить, то он, конечно, будет болтаться. Так вот, у дешевых, у них этот механизм держится крайне плохо и очень быстро слизывается. И я имел опыт использования вот таких вот штативных креплений дешевых. Это, вы знаете, это такой геморрой, они даже телефон не могут держать нормально, не говоря уже там о зеркалке и чем-то более серьезном. Поэтому решено было прикупить вот такую вот голову. Эту голову я покупал на GearBest, но на Алиэкспрессе она дешевле. Я нашел два магазина на Алиэкспрессе, которые продают дешевле. Эту голову я покупал за 13 долларов, на Алиэкспрессе она стоит 10 и 11 долларов. Но есть одна особенность. В тех магазинах, где она стоит дешевле, чем 13, они крайне испорчены негативными отзывами. Поэтому я не хотел рисковать, мне было проще купить в GearBest. Я 100% был уверен, что мне придет оригинальная голова в оригинальной упаковке. И, как бы, знаете, такая вещь, не стоит экономить этот доллар несчастный или два. Лучше купить оригинальную продукцию и знать, что у тебя точно все будет хорошо. Именно так я и поступил. К тому же, вы можете использовать поинты для того, чтобы экономить. Вы можете использовать купоны. В группе ВКонтакте ко мне заходите. Там будут различные скидочные всякие купоны. И с их помощью вы сможете покупать технику дешевле. В частности, на GearBest. Поэтому я нисколечко не пожалел. Я не разочарован покупкой. Если кто не видел распаковку, то здесь у нас полностью металлическая вот эта вся история. Этот шар у нас тоже металлический. Это металл. Здесь тоже металл. Винт тоже металлический. Единственное, что вот эта часть пластиковая. Но она настолько мощная, настолько монолитная, что сломать этот пластик просто нереально. Здесь идет пластиковое вот такое кольцо, которое прижимает, скажем так, более плотно различную технику. Тут уже вы сами подстроите под себя. А вот здесь идет что-то похожее на резину, что-то похожее на кожу. Очень классный материал. Мне понравилось, что не скользит вообще никакое устройство, которое я сюда установил. Я устанавливал сюда вот такие экшн-камеры. Я устанавливал сюда вот такой вот переходник для установки смартфона. Я устанавливал сюда, естественно, зеркалку. И вы могли видеть такие видео у меня на канале даже. И несмотря на это, эта головка держит вообще без проблем. Следующая покупка, это, скорее всего, головка гидравлическая, которая будет использоваться исключительно для штативной видеосъемки. А эта штука покупалась вот для такого слайдера, потому что у него есть такая небольшая особенность. У него нет возможности отрегулировать угол зрения камеры, да, скажем так. То есть камера всегда будет смотреть ровно и будет очень сильно зависеть от той плоскости, в которой находится сам слайдер. Накрутив вот такую голову, можно, в принципе, настроить угол поворота камеры, ну, просто в совершенно разных пределах. Вплоть до того, что она будет просто смотреть вниз, и вот так вот снимать можно, допустим, даже какой-то обрыв. То есть вот так будет слайдер идти, и внизу будет снимать обрыв. То есть это вообще без проблем. И еще одна плюшка, это то, что в комплекте с этой головой шел вот такой вот переходник. Переходник с 3,8 на 1,4 дюйма. Я полностью доволен. Примеры видеосъемки вы можете видеть на канале. У меня куча уже видосов, снятых с помощью данного слайдера. В том числе и на втором канале можете увидеть. Если кому-то интересно, ссылку я на него укажу в описании. Но, во всяком случае, вы можете рискнуть купить на Алишке. Еще есть такие головки от компании Andoyer, но они стоят на пару долларов дороже. Я решил не переплачивать и купил от KingJoy. В общем-то, вот такое вот видео. Если есть что добавить, пишите вопросы в комментариях. Если что-то забыл, тоже пишите в комментариях. Постараюсь ответить, подсказать. Потому что я этим всем занимаюсь очень-очень любительски, непрофессионально. И поэтому для меня это все такой новый опыт. И мне очень нравится эта головка. Тут уже решать вам, стоит ли вам такую приобретать или нет. На данный момент это самая доступная, самая дешевая головка на Алиэкспрессе. Дешевле только от компании Yulanzi. Но там уже тоже она стоит 10 долларов, по-моему, или 9.99. Я уже не помню. Ну, как бы тут уже решать вам. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Обязательно на группу ВКонтакте. Используйте кэшбэк, пока его не прикрыли. И всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.